Всем привет, я Дмитрий Рогачёв, а вас уже целые тысячи человек. Тысяча тех, кто подписался на мой канал и кому я говорю огромное спасибо за то, что вы меня смотрите. Сегодня на календаре 10 февраля 2019 года. Вы смотрите это видео 11 февраля. Именно 10 числа мой канал пересёк эту психологическую отметку. Вообще, тысяча подписчиков на YouTube это, по мнению самого YouTube, уже первая значимая цифра. В это время включается монетизация, В это время каждый пользователь переходит с так называемого графитового уровня, это от нуля до тысячи подписчиков, на опаловый уровень, это до 10 тысяч подписчиков. Как вы знаете, дальше идут бронзовый, серебряный, золотой, платиновый. Но всё-таки это уже первый шаг вперёд. И за этот шаг я каждому из вас говорю огромное спасибо. И в этом видео мы немножечко поговорим о том, что произошло. Я отвечу на ваши комментарии, которые вы оставили к предыдущему видео. Я немножечко поделюсь своими планами. И, конечно же, мне хочется услышать в комментариях ваше мнение о том, что вы конкретно хотите видеть. Потому что некоторые идеи я уже понял, что могу реализовать. Некоторые идеи у меня сейчас в планах. И я пока не очень представляю, как я их реализую. Но всё-таки я займусь этим вопросом. И, возможно, некоторые идеи, которые есть у меня, будут более интересны вам. И сейчас вы сможете просто высказать своё мнение. А может быть, я что-то немного переделаю. Изначально этот канал задумывался как канал для тех, кто постоянно куда-то движется. Это путешествие. Это транспорт, на котором путешествовать. Это мероприятие, на которое путешествовать. И я понял, что транспортная тема гораздо интереснее. Но одно другому не мешает. Сейчас, благодаря тому, что каждый из вас смотрит видео о транспорте, многие из вас узнают меня из других сторон. Например, очень хорошо растёт самое первое видео о Химках. И есть комментарии, которые пишут люди, желающие переехать в Москву или Подмосковье, которым интересно понимать сравнение транспорта Москвы и области. И не только сравнение, но и в целом так называемую городскую тему. Я не могу сказать, что я буду каким-то урбанистом. Я не стремлюсь в этом направлении. Но я понимаю, что некоторые вопросы, так или иначе, будут связаны не только с транспортом, но и с самими городами. В том числе и в плане путешествий. Но начать это видео, конечно же, стоит с того, что я снова благодарю тех, кто финансово поддерживает меня. Ссылки на Donation Alerts и Яндекс.Деньги вы видите сейчас на экране. Эти же ссылки находятся в описании под видео. Возможно, в будущем я добавлю какие-то ещё ссылки. Но пока я думаю, что этих двух источников хватает для того, чтобы каждый из вас имел возможность поддержать меня в любой момент. И не забывайте, пожалуйста, оставлять комментарии, потому что сегодня у нас один человек снова оставил комментарий и один аноним. Итак, первое сообщение. Пользователь Rusmoor, которого я уже знаю, спасибо вам за то, что вы меня продолжаете поддерживать. Дмитрий, спасибо вам большое. Очень приятно, когда тебя упоминают в ролике. Вы рассказываете интересно и то, что хочется узнать. Удачи вам и всего самого лучшего. И вам, Rusmoor, тоже всего самого лучшего. И спасибо за то, что продолжаете меня поддерживать. Я надеюсь, что я не разочаровываю. Я надеюсь, что эта поддержка окупается тем контентом, который я предоставляю. Спасибо. И еще мне пришло пополнение с карты 2932 на 500 рублей от некоего анонима на Яндекс.Деньги. И несмотря на то, что там есть комментарии, к сожалению, аноним комментарий не оставил. Спасибо тебе, безымянный зритель. Вам и всем остальным я снова напоминаю, что все эти деньги пойдут на основные аксессуары, которые нужны каждому путешественнику, который записывает большое количество контента. Это карты памяти и жесткие диски. Это самое основное, что мне понадобится в следующем путешествии, которое я для себя уже, кстати, запланировал. И там точно будет тема железных дорог, метрополитена, города, путешествий и не только. Еще один небольшой интересный момент, который, как я понял, некоторых интересует. Мне было очень приятно, что людям было интересно узнавать места, в которых я записываю. Люди узнавали платформу Нати, парк Грачевка около станции Ховрина. А сейчас я нахожусь в сквере Дубовой рощи. Он же называется парк Дубовая роща. В других источниках просто Дубовая роща. Это место расположено рядом с платформой Останкино и рядом с Останкинской телебашней. Для меня, как жителей Химок, это очень удобное место. И я, на самом деле, не очень понимаю, почему многие химчане до сих пор пользуются платформой Петровско-Разумовской, где останавливается далеко не каждая электричка. Я, конечно, могу понять Нати. Все-таки до сих пор это бесплатный проезд и самое лучшее место для Зайцев. Но от Останкино переход в сторону станции метро Бутырская, такой же по длине, как от Петровско-Разумовской, а ты находишься уже в центре. При этом стоимость проезда вообще не меняется. А сам сквер Дубовая роща, вы его видите за моей спиной, здесь на самом деле есть не только дубы, здесь огромное количество и других деревьев, но дубов все-таки больше, видимо, когда-то его так сажали. И еще этот сквер очень интересен тем, что здесь есть Останкинская телебашня, которую вы могли заметить. И несмотря на то, что здесь огромное количество самых разных оттенков серого, я могу вам показать вот что. Я на одной из небольших дорожек, которые практически никогда не чистят. То есть, когда здесь есть небольшое количество снега, иногда здесь проезжает трактор. То есть, вы видите, что когда-то здесь проезжали. Но все равно чистка этого сквера проходит очень странно. И сейчас вы видите одну из основных дорожек, которые почистили до самого асфальта, в то время, когда у нас была оттепель в феврале. Но вы видите, что сейчас здесь сплошной голый лед. И ходить здесь практически невозможно. По крайней мере, для меня это очень скользко. Ну и еще это место очень облюбовали собаководы, которые выгуливают здесь собаку. И, конечно же, абсолютно даже не стараются убираться за своими собаками. Но я думаю, это проблема не только Москвы, это проблема всей России, всего постсоветского пространства. В прошлом видео, которое я называл «Спасибо за спасибо», ссылку на него вы сейчас видите в правом верхнем углу, я попросил вас, моих подписчиков, написать те каналы, которые вы смотрите. Мне очень хотелось понять, правильно ли я понимаю, что вы смотрите, и правильно ли я понимаю свою основную аудиторию, которая смотрит практически все транспортные видео. И оказалось, что я понимаю аудиторию практически полностью. И за исключением пары-тройки каналов, я все их знал. Но все равно я зачитаю комментарии, ведь вы старались, вы помогали мне. И огромное спасибо. И немножечко даже обсужу с вами тех людей, которых вы упомянули. И скажу свое мнение, возможно оно совпадет с вашим, возможно нет. Совпало или нет, кстати, напишите в комментариях. Мы продолжим обсуждение на эту тему. Максим Соколов. Про транспорт, а также про городскую среду, в последнее время в основном смотрю канал Аркадия Гершмана. Теперь еще и ваш канал. Спасибо, и кстати, с Аркадием Гершманом мы несколько раз пересекались. Я не могу сказать, что мы как-то общаемся, но мне очень нравится, что он человек, который умеет не только подавать свое мнение, но и умеет слушать мнения других. То есть это очень большой плюс человеку. И да, я тоже иногда посматриваю его канал, но честно скажу, не всегда, и вообще вряд ли я могу назвать хотя бы один канал, который я бы всегда смотрел. То есть это, наверное, то, что отличает человека, который создает контент, от человека, который потребляет контент. Я все меньше и меньше смотрю чего-то другого, я все больше и больше планирую того, что я сам могу до вас донести. Ультраспектр написал. SSR Media, МШ, интересные видеоблоги. SSR Media, это, наверное, сейчас самая профессиональная подача материала на тему железнодорожного транспорта и всего, что с ним связано, в том числе о раритетах, в том числе о поездах, в том числе о том, что происходит внутри. И я думаю, что смотреть их не стыдно никому, кто интересуется железнодорожной темой. По крайней мере, я понимаю, что там ребята молодцы и респект им за то, что они делают. А МШ, с МШ на самом деле история такая довольно любопытная. И я скажу, что я немножечко облажался какое-то время назад. В 2017 году я принимал участие в блок-туре, который проходил в Петербурге на Балтийском заводе. И этот репортаж был в живом журнале. Ссылочку вы тоже можете найти сейчас в описании под этим видео. Этот репортаж был для меня чем-то очень необычным, потому что это был не первый репортаж на атомную тему, но это был первый репортаж, когда я ездил на завод по производству кораблей. Хотя, казалось бы, корабли для меня это не самая интересная тема, но там было реально интересно. И вот там я впервые пересекся с МШ. И так как я в тот момент, ну, так себя относился к Ютубу, посматривал, ну, окей, Ютуб и Ютуб. Я тогда не понимал, с человеком какого уровня и какой известности я одновременно рядом снимаю репортаж. И да, потом я узнал, что МШ это реально круто. Я, конечно, не могу сказать, что мне прям все видеоролики его нравятся, но, особенно из последнего, про Кругобайкальскую железную дорогу, мне кажется, это было вообще топ. Честно, поставил лайк, и мне вообще не лень сказать, идите и посмотрите это видео, вам понравится. Коля Пупкин. Илья Варламов, Аркадий Гершман, Александр Усольцев, Москва Волкс. Из ЖДшных, Воздух Свободы, Юр ТВ, Илья Бондарев. Ну, конечно, я уже упоминал, что городская тема в целом, она близка с транспортом и близка со всем остальным, то есть это тоже урбанистика. Какие-то мнения на эту тему я буду рассказывать, но я не уверен, что я полностью перейду именно в городскую среду и куда-то еще. Я все-таки больше про транспорт и про то, что куда-то поехать и чем-то заняться, а не про то, как у нас положили плитку. Хотя, конечно, понимаю, что плитку положили хорошо, но, с другой стороны, иногда смотря на видеоролики про Москву, про то, что тут слишком много реагентов, тут слишком много плохой плитки, тут нужно переделывать, я так смотрю, что у меня в Химках сделали. Ничего. И мне бы хотя бы половину этих проблем в Химки бы перенести. Так, следующий комментарий от пользователя Дмитрий. Привет, Дима лично, мне интересен канал Железной Магистрали. Ты его не смотрел? От тебя мне хотелось бы услышать любую информацию о метрополитене Москвы или любого другого города. Удачи! Спасибо, Дмитрий. Репортажей о Москве и о других метрополитенах, конечно же, много. И впереди у меня еще зарубежный метрополитен. Например, вы же видели, что я много говорил о Дании, хотя видео о датских железных дорогах не очень зашло, но видео о Копенгагенском метрополитене, я думаю, будет более интересно большинству из вас. И, кстати, интересно или нет, тоже. Ответьте, пожалуйста, в комментариях или в вопросе, который вы видите сейчас в верхнем правом углу. Спасибо вам за это. Канал Железной Магистрали я, конечно же, знаю и тоже иногда посматриваю, потому что мне интересно смотреть, как развиваются наши соседи и как происходят дела с развитием железнодорожного транспорта в Украине. Конечно же, я знаю канал Железной Магистрали. Не могу сказать, что смотрю, но точно так же, как и про всех остальных. Но я знаю, как там подается контент, и мне это действительно нравится. Плюс мне просто интересно смотреть, какие транспортные новости происходят в Украине. Все-таки эта страна нам действительно близка, кто бы что ни говорил. И, пожалуйста, воздержитесь от политических тем. Железная дорога что там, что здесь, требует еще очень большого развития. Следующий пользователь, Юрген Право. Надеюсь, я правильно прочитал ник. СтопХам, интересно очень, и он же оставил комментарий про расстояние. Это каналы совсем не для того, чтобы я брал с них ориентир. Я просто знаю, что канал СтопХам существует давно, что такое про расстояние я узнал недавно. Ну, существует и существует, это все-таки не моя тема. Еще один комментарий. Григорий Попович. Я смотрю Чудо Техники, ребятушки, и Катю Клэп, конечно. Ну, Катя Клэп это персонаж в интернете давным-давно известный. А Чудо Техники молодцы тем, что они создают технические обзоры. И, кстати, обзоры всяких разных гаджетов я какое-то время назад хотел создавать. Я даже понимаю, что эта тема все-таки интересна, потому что человек, который куда-то едет, у него всегда с собой есть как минимум смартфон, у кого-то есть экшн-камера, у абсолютного большинства людей есть желание как-то фотографировать. Я не знаю, как пока привязать эту тему к тому, что мне интересно и что вам интересно, но, возможно, какие-то небольшие вставочки я потом скажу. Ведь, например, людям очень интересно всегда, кто на что снимает. Ну, это тоже обзор Техники, хоть и не новый. Следующий комментарий. Антон Палыч. ССВ Медиа и тебя. Более интересных пока не наблюдаю. Антон Палыч. Очень приятно слышать. Про ССВ Медиа я уже сказал. И еще раз спасибо, что смотрите мой канал. И я еще отлично помню, что один пользователь просто кинул ссылку на канал ССВ Медиа. Черт, они же не ССВ Медиа, они называют себя Дабл СВ Медиа. Извините, ребят, я по привычке метрополитеновской ССВ и ССВ, служебная соединительная ветка. Ну, хотя тоже был бы не самый плохой вариант названия. Ну, ладно. Я помню, что этот комментарий был, и я нажал галочку, чтобы этот комментарий пропустить. Но почему-то он не отобразился, или, может быть, пользователь его удалил, или, может быть, сам Ютуб посчитал его все равно потенциально недопустимым. Не знаю. Но все равно он был, и все равно спасибо человеку, который его оставил. К сожалению, и меня я, конечно же, не запомнил. Вот пока я читал комментарии, пока я упоминал некоторых других пользователей, я уже поделился с вами частью мыслей. Конечно же, речь идет о метро Копенгагена, о котором я отдельно сделаю большой репортаж, но, к сожалению, он будет тоже с небольшим количеством видео, и больше это будет моих комментариев в фотографии. Но вы уж простите, я не думал, что я буду снимать большое количество материала именно о транспорте, и что транспорт будет первой темой. Но все равно я поделюсь с вами своими мыслями и перспективами метро Копенгагена. Это тоже интересно. Ведь Копенгаген все ближе и ближе становится к Москве. Еще одна тема, которую я хочу перенести с живого журнала на рельсы Ютуба, это то, чем я занимаюсь в транспорте. Ведь сейчас и в Москве, и я уверен, что в вашем городе тоже, заходишь в любой транспорт и видишь огромное количество людей, которые сидят в смартфоне, которые чем-то занимаются. И я даже понимаю, что огромное количество людей читает книжки, смотрит кино, играет в игры. Конечно же, я не буду ставить эти темы на первое место, но я отлично понимаю, что тема кино, тема книжек, тема игр, она проходит сквозной нитью через тех людей, которые куда-то перемещаются. Ведь, например, едешь в поезде 10 часов, 12 часов, но не все же время ты спишь, чем-то ты занимаешься. И в любом случае, и дома, и по дороге, и даже на работе, многие из нас много чем занимаются в тех же смартфонах. Я думаю, что эта тема заслуживает того, чтобы мы ее упомянули, но она будет с чем-то типа ежемесячного обзора, как я думаю, в духе, чем я занимался в транспорте в феврале. Сейчас я точно могу вам сказать, что у меня полностью снято еще два видео. Одно из них было снято еще раньше, я его откладывал, и пока откладываю на то время, когда в Москве будут большие морозы. Я понимаю, что не бывает такого, чтобы в феврале уже началась весна. Ну, не бывает, я еще никогда такого не встречал. И это будет очень хорошим вариантом для меня не выходить на улицу, снимать где-нибудь в минус 20, в минус 25 на ветру, а спокойно посидеть дома и взять тот материал, который я полностью снял раньше. И еще одно видео, это начало следующего цикла. Я понимаю, что, скорее всего, это видео не выйдет в ближайшие недели-другую, хотя, может, и выйдет. Все зависит от того, насколько четко я смогу понять для себя, как часто я смогу поддерживать видео этого цикла, потому что снять одно видео, пообещать много, и не снять другое в течение месяца другого, это будет как-то странно. То есть, если я задумываю какой-то цикл видео, мне нужно хотя бы раз, два, три видео выпускать что-то на эту тему. А тема все-таки довольно широкая. Пока не буду говорить никакой конкретики, вдруг там что-то изменится, там еще не все смонтировано, и я даже знаю, что там один кусочек надо бы еще переснять. Просто для того, чтобы он был еще лучше. Я очень благодарен вам за то, что вы смотрите те видео, в которых я показываю не такое большое количество нового контента, но где я даю какие-то темы для размышления. Это видео про высокоскоростную железную дорогу Москва-Казань, мои мысли на эту тему, и мысли о том, что некоторым людям нужно чуть больше понимать о том, как строится метро. Видео называется «Три шага к пониманию строительства метрополитена». Я честно вам скажу, я не очень ожидал, что эти видео зайдут так хорошо, и что будет такое количество адекватных, умных и действительно достойных комментариев. Я очень доволен тем, что получается мы с вами создаем такое сообщество, которое, ну может быть и не очень старшее, но думающее. Наверное, даже это хорошо, что я получаюсь одним из тех людей, которые заставляют людей немножечко больше думать о том, что происходит. И когда я вижу ответную реакцию, я отлично понимаю, что эта тема будет продолжена. И у меня есть еще пара тем, которые я сниму, скорее всего, весной. Они продолжат этот цикл материалов о том, что нужно немножечко подумать на некоторые темы, и я думаю, что это будет интересно. Ну а какие есть еще идеи? Пишите в комментарии, потому что мыслей может быть много, мысли могут быть даже немножечко сумасшедшие, дикие, странные, но я тоже не ожидал, что у меня так зайдет. Поэтому не стесняйтесь, пишите в комментариях все, что вы думаете, ну, конечно же, в рамках приличного. Ну а я снова благодарю вас, спасибо за внимание, оставайтесь на связи, и до новых встреч! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!